Вы знаете, что у меня были хомяки, и выяснилось, что у меня на них аллергия. Паук в коробке для сэндвичей, для еды, которую берут в школу. И мне нельзя лезать его. Кто это такой дом? Смотрите, кто это у нас тут такой огромный гигант. Алиска злится на покемона, что она ее лижет. Привет, я Inimagic, со мной тут мои питомцы, собаки, кошка и кое-кто другой. Сегодня вы даже его увидите. Итак, последнее видео про лайфхаки Трум-Трум было 9 месяцев назад. Можно было успеть ребенка родить. Кстати, в том видео я рассказывала вам про наш корм-платин. Точнее, я рассказывала про специальные средства для зубов и воск для лад. Но в том числе говорила и про корм. И вот спустя такое количество времени... Мы видео снимаем с утра, у нас вот такой вот небольшой завтрак сейчас получается. В общем, со здоровьем моих собак все хорошо кушают. Они его с огромным удовольствием. Короче, те, у кого есть собака или он собирается завести собаку и хочет кормить ее полезным и вкусным кормом. Ссылочка на сайт Platinum, где можно его заказать, будет в описании к видео. И именно, кстати, благодаря корму Platinum мы с вами увидимся в Красноярске 9 ноября в Сибири на выскобке продажи ZOO.MIR. Потому что мы туда едем с ладеном нашим. Так, сейчас я уберу, а то ребята будут всю дорогу пытаться оттуда кто-нибудь своровать. Мне очень нравятся вот эти вот шутки-закрепыши. Скрепыши, закрепыши. В общем, как это называется? Я забыла слово. Короче, корм этот очень необычный. Он влажный, можно сказать. То есть он не жиркий и не сухой. Он на 70% состоит из мяса. Поэтому он такой мягенький, на гематоген очень похож. А мы с вами перейдем сегодня к видео Трум-трум. Очередные лайфхаки. Но в этот раз ролик будет бомбящим. Потому что если в другие разы я проверяла, и часть лайфхаков действительно работала, то сейчас они сняли ролик о том, как пронести питомца в школу. Что? Я только начала его смотреть и сразу же поняла, что я должна снять это видео. Поэтому я буду смотреть его вместе с вами в формате. И там вначале показывается, типа, как учительница оставляет свою собачку дома, будет по ней очень скучать и идет на уроки. Трум-трум предлагает нам взять в школу с собой. Кого бы вы думали? Нет, ни собачку, ни кошечку. Рыбку. Рыбу. Серьезно? Рыбу. Какой лайфхак предлагает нам для этого Трум-трум? Я сейчас вам принесу и покажу. Вот это стеклянные баночки, у которых есть крышечки. Они, эти крышечки, откручиваются и в них вставляется трубочка. Это такие стаканы, баночки, вот такие с ручками, через которые мы пьем коктейльчики, чайки и так далее. И вот сюда нужно посадить свою рыбку. Они это показывают, все подробно рассказывают. Трубочка нужна для того, чтобы рыбке проходил воздух. И дальше говорят, ну, типа, будьте аккуратнее, чтобы вашу рыбку кто-нибудь не выпил через эту трубочку. Да, действительно, есть, существуют такие рыбки, например, петушок, которые могут жить в маленьком пространстве. Им не нужен большой аквариум и так далее. Это самый вредный лайфхак, который только может существовать. Никогда не носите свою рыбку бедную и несчастную вот в такой банке в школу. И вообще, куда-либо зачем их мучить бедных рыбок? И это не просто мой бомбеж от тупости этих лайфхаков. Просто сам факт, что рыбка будет находиться в таком маленьком пространстве. Ее будут нести. Ее будут трясти. Человек же не может эту баночку аккуратно вот так вот нести в школу. Тогда это уже и не лайфхак вовсе. Можно тогда целый аквариум так аккуратно принести. Для рыбки будет это стрессом, потому что ее будет постоянно там калашматить. Интересно, рыбок тошнит, их может вырвать? У них есть морская болезнь? Надо сделать рубрику интересных фактов о животных. Ладно, поехали дальше. Кстати, ставьте лайк на это видео, если вы хотите лайфхаки для питомцев в этой рубрике, чтобы я сняла какие-то не только проверки, но и реально какие-то свои лайфхаки. Может, дала, посмотрела, порыскала в интернете. И обязательно проверяйте, включены ли у вас уведомления на ролики. Ну и чтобы быть вообще в курсе всех новостей, на инстаграм мы наши тоже подписывайтесь. Решите комментарии, ребята, чтобы знать, что вам интересно. И ставлю на них сердечки. В общем, вы поняли, они вот тут появляются. Вы знаете, что у меня были хомяки, и выяснилось, что у меня на них аллергия. У них тут типа день животных, и это уже не лайфхак, кстати, по-моему, как пронести питомца в школу. И они делают для хомячка типа такой вот домик. Но даже я с небольшим опытом владения грызунов вижу, насколько это неправильно сделано. Короче, в строительстве этого домика, и я думаю, те, у кого есть хомячок, знают много правил содержания хомяка, они используют термоклей, они используют какие-то непонятные материалы. Там, например, закрывают бумагой какой-то губкой, чем-то, в общем, вот этот вот вход в домик. Это, конечно же, хомяк будет грызть. Термоклей – это химическое вещество, которое небезопасно для животного, потому что хомяки грызут все. И мало того, что от подобных материалов хомяку может быть плохо, он может умереть, а они предлагают его посадить в какой-то непонятный дом, который, кстати, не закрыт. То есть в любую секунду хомяк оттуда может сбежать, если только не сидеть и не наблюдать за этим домом, и не смотреть, чтобы только хомяк никуда не двинулся лишний раз. Он может вылезти через это окошко и упасть нафиг вот с этой высоты, и тоже с ним будет все очень плохо. Убите клетку бедному хомяку. Ну и сам факт, что если вы принесете своих хомяка в школу, и просто огромное количество людей будет его тискать, смотреть на него, брать на руки – это гигантский стресс для такого маленького животного, неподготовленного к подобным вещам. Паук в коробке для сэндвичей, для еды, которую берут в школу. Сами подумайте, это же настолько маленькая пространство, абсолютно закрытая, в котором животное должно находиться. Я не знаток насекомых, я знаю, что очень многие носят тараканов и пауков, подобных вот таких вот огромных с собой, действительно. Но я думаю, что здесь тоже есть какие-то определенные правила переноски. Поместить насекомое в полностью закрытую банку, в которой даже нет воздуха. Что? Ты берешь эту банку из-под сэндвичей, с землей, кладешь туда бедного паучка, закрываешь его там без воздуха и света, засовываешь его в рюкзак, ты же в школу идешь, это же лайфхаки для того, как питомца в школу пронести. Он там бедный трясется, весь качается, болтается в этой баночке, его еще и землей может присыпать и прикопать, ну, короче. Почему еще у человека, у ребенка, особенно может сложиться впечатление, что с животным комфортно, с животным все хорошо? Потому что это всего лишь один кадр. То есть они сняли, как этот хомячок прополз туннель, и все, и положили его обратно в клетку. Но человек-то это будет использовать долгое количество времени. Паучок у них посидел в этой закрытой коробочке несколько секунд для того, чтобы это просто снять. И все, то же самое рыбка посидела в этой баночке, и потом они вернули в акмариум. Они не носили ее на самом деле 24 часа в этой банке. А людям предлагают воспользоваться именно этими лайфхаками, то есть взять с собой питомца в подобных вещах в школу. Они там еще кошку положили на парту, чтобы показать, что типа и кошку в школу тоже можно притащить, надеть на нее очки, посадить ее на парту вместо учителя, и все такие, ой, это же вылитая Тамара Павловна, смешная шутка. Это все потому, что это просто развлекательный контент, который не несет никакой пользы. Он хочет вас повеселить, но на самом деле это неправильно. Кошка это животное домашнее. Любая смена обстановки, если она не приучена, это для нее стресс. А если я ее притащу туда, где куча людей, которые будут тискать ее, гладить, это нам кажется, что это здорово, но никак не кошке. Дальше больше. Они предлагают притащить в школу птицу, попугая. Каким образом, как вы думаете? Хорошо, что не под мышкой. И ледные дети, которые посмотрят это видео, не потащат свою птичку без клетки в школу, потому что она просто-напросто от них, скорее всего, улетит. В общем, Трум-Трум предлагает нам просто притащить свою птицу в школу в клетке. Прямо вот сразу в клетке. Сделайте из картонки книжные стопки, прикройте свою птичку, и тогда ее никто не заметит. Ага, конечно. Это настолько тупо. Притащить в школу птицу в клетке. Они еще и показывают кадры, как парень ее выпускает. Да, действительно, если у вас супер обученные попугайчики, я знаю такие истории, когда люди говорят, что попугай летает по дому у них, а не живет в клетке, и сам возвращается в клетку, когда ему нужно. Но представьте, ребенок, который просто дома живет в клетке попугай, берет этого попугая вместе с клеткой, ставит его себе на фарфу, а потом выпускает. И попугай может просто-напросто улететь навсегда. Ей могут навредить, с ней может случиться все, что угодно. Какое еще безумное безумие хочет нам предложить Трум-Трум, и с каким питомцем дальше? Улитка в глобусе. Конечно же, у каждого дома есть пластиковый шар, который можно распилить напополам, просверлить в нем дырки, и он идеально подойдет от завалявшейся у вас подставки для глобуса. А теперь, внимание, я сейчас схожу к своим улиткам. Итак, как вы видите, у меня тут уже целая армия улиток. Их тут очень много, они все выросли, они гигантские. Живут вот в таких вот контейнерах, и если хотите, я вам их покажу, расскажу, что с ними произошло. Ставьте лайк, детей покажу. Это, кстати, на мне очки не для зрения, а для компьютера специальные, против синего цвета, чтобы зрение как раз не портилось. Напишите, идут мне они или нет. Именно в них я буду делать аватарку с вот этим вот монстриком, такую же, как у Трум-Трум. Знакомы? Вы знакомы? Вы знакомы? Не лезь Юнь. Юнь, нельзя лезать его. Кто это такой? Дааа, это дружочек ваш. Дааа. Ох уж этот Трум-Трум. Кто это такой классный рогатик вылез? Смотрите, кто это у нас тут такой огромный гигант. Земельку тут вот не смыло немножко. У кого есть хоть одна улитка-охотина, знает правила ее содержания и знает, что улитке нужен как минимум хотя бы грунт или мат, на котором она будет сидеть. Им лучше жить в низком контейнере, потому что в высоком они могут, они заползают по стенам, а потом могут упасть и, например, испортить себе, поранить себе панцирь, сломать ракушку. Она может треснуть. А они предлагают нам засунуть улитку в твердый шар, в котором нет ничего мягкого и куда-то в этом шаре ее тащить. То есть этот шар крутится, улитка там катается просто в своем. Она, скорее всего, зажмется, потому что для нее это будет непонятная ситуация. И вот в этой раковине она будет болтаться по этому шару и может эту раковину повредить. Это уже я не говорю о том, что, в принципе, взять ее из своей привычной среды, положить ее в голый пластик и куда-то ее тащить. Это пипец. В одной из учениц в толстовке в худи вот здесь вот морская свинка сидит. И сама учительница говорит, зачем держать ее за пазухой, если можно положить в специальный рюкзак. Кстати, подобный рюкзак такой типа космический, с прозрачным куполом, через который животное может смотреть. С дырочками я разыгрывала, только не самодельный, а покупной. В общем, у нас есть такой рюкзачок и он действительно удобный. Но сам факт, что они предлагают в подобном рюкзаке пронести в школу морскую свинку, это же просто безумно вредный совет. Они, неужели они не думают о том, что люди, дети, которые посмотрят это видео, реально попытаются это повторить? Это наверняка рассчитано на того, кто никогда никуда не брал свою морскую свинку, потому что нормальный человек возьмет ее куда-либо в переноске специальной, где все сделано так, чтобы перевозить эту свинку. Если раньше был смысл хотя бы проверить их лайфхаки, то сейчас единственное, что я могу сделать, это призывать людей не повторять это. В общем, шипящего мадагаскарского таракана девочка принесла в школу сама в каком-то самодельном пенале. Опять же, зачем что-то делать, чтобы принести таракана? Если очень хочешь принести таракана, положи его в специальную маленькую переносочку. Блин, собаку они в школу не предложили принести, даже странно, я бы могла аж 4 собаки в школу притащить. Я даже знаю, почему это происходит, потому что предполагается, что, например, та же улитка, рыбка или какой-то паучок или таракашка, он просто не имеет такого мозга, как собака или кошка, и поэтому принести этого питомца, носить его как попало в какой-то банке без ничего, это нормально. То есть, если бы они предложили вам засунуть щенка в стеклянный куб и проделать в нем дырочки и притащить его в школу, то все бы, конечно, сказали, что типа, вы че, офигели, вы че? А если они предлагают как бы улитку притащить вот в этой штуке, то нормально, улитка такой питомец, ну ничего страшного. Но несмотря на свои размеры, количество мозгов, уровень развития, это такое же животное, и у него тоже может быть стресс. Все, кто со мной согласен, любят животных и считают, что к ним нужно относиться с заботой, с вас лайк. И в комментариях можете предложить, какие лайфхаки нам реально проверить, а не какое-то безумие. Увидимся скоро в новых роликах. Пока!